В кабинете аллерголога, как обычно, многолюдно. Специалист оперативно делает пробы, следит за реакцией организма и фиксирует малейшие отклонения. Если аллергию не победить, то уменьшить скорость ее распространения вполне по силам. По мировым прогнозам, через 15 лет каждый второй будет страдать от тех или иных проявлений аллергии. Для Десногорска эта проблема тоже актуальна. Достаточно много выявленных пациентов, чаще всего это с полинозом, реакцией на цветение, чаще всего на цветение деревьев. На данный момент назначена выбрана группа больных, которые уже приглашены к нам в институт иммунологии. Аллергия может проявить себя в любом виде и возникнуть от чего угодно. Кашель, заложенность носа, кожные высыпания, ее классические симптомы. Но чтобы знать наверняка, нужно обратиться к врачу. При этом самолечение противопоказано и может скорее навредить. Самолечение противопоказано, обязательно нужно обращаться к специалисту. В первичном звене это терапевты, кто владеет минимальными знаниями, поэтому могут помочь. За неимением таких профильных специалистов в своем штате медсанчасть 135 сотрудничает с Институтом иммунологии ФМБА России. В этот раз с 10 по 12 декабря аллергологам-иммунологам удалось принять более 150 пациентов. Это уже четвертый визит специалистов. На приеме у них побывало более 600 горожан, 60 из которых получили направление на стационарное лечение. Центр НИИ нам оказывает не только консультативную помощь, но, как я и сказала ранее, и стационарную. Проводится там полный комплексный обследование наших пациентов и оказывается специфическая иммунотерапия. Ближайший очередной визит аллергологов ожидается в марте 2020 года. Взрослым пациентам записаться на прием можно в добрачебном кабинете медсанчасти 135, детям в детской поликлинике. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.